Всем привет! Меня звать Алим Хамитов. Я являюсь руководителем компании Moss Holding. Это группа компаний, которые занимаются финансовой и не финансовой поддержкой предпринимателей и стартапов. А именно мы делаем очень много образовательных программ, консалтинг, бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор, а также запускаем свой венчурный фонд. Я бы хотел дать 5 советов предпринимателям и основателям стартапов по итогам 2020 года. Первый совет, который я хотел дать, это понимание диверсификации бизнеса. Если вы продавали один продукт и вы попали в ту нишу, которая больше всех пострадала, как пример, это мог быть и странный бизнес, и туризм, и торговля, то вы прекрасно понимаете, что нужно деферсифицироваться и делать что-то новое. Поэтому первый вывод, который вы должны, наверное, сделать, и мой совет, это уже сегодня подумать о том, что смежного или косвенно или прямо вы можете поменять в своем бизнесе, чтобы при любой другой непонятной ситуации, как пандемия или карантин, вы были готовы. Второй совет, о котором многие забывают предприниматели, это найти себе наставника или, как его и сегодня называют, ментора. Это тот человек, который именно и в сложное и несложное время бизнеса сможет всегда дать рекомендацию, совет и подставит так называемое братское плечо. Это не тот человек, который инвестирует, их называют инвесторами, это тот человек, который непосредственно может с вами периодически встречаться, открывать некоторые двери, делиться своим нетворком. Имея такого наставника, вы однозначно повышаете шанс успеха вашего бизнеса. Третий мой совет, который, наверное, вы все тоже можете принять и, может быть, вы там уже есть, это переход в онлайн. Это уже не тренд, это уже не хайп, это современная необходимость ведения бизнеса. И я очень часто слышу, что многие предприниматели говорят, что они в традиционном секторе, онлайн не для них. Но позвольте мне дать один простой пример. Бьюти-индустрия, салоны красоты. Как показала пандемия, очень много в мире даже этих салонов ушло в онлайн. То есть они продавали те же самые услуги, косметологические наборы и предоставляли сервис онлайн. То есть люди брали эти наборы и делали это дома. Совершенно новая, наверное, история для всех нас. Неудобная, необычная, но это работает и это хорошо. Это говорит о том, что практически любая индустрия, если она сейчас не в онлайне, она под высоким риском невыживания в ближайшее время. Поэтому третий совет, это уход в онлайн. Четвертый совет, это постоянное улучшение своего продукта и умение слышать рынок. Я всегда примержу метафору, аналогию, когда вы относитесь к своим клиентам, как к гостям, которые пришли к вам в дом. То есть вы стараетесь сделать все уютно, комфортно и удобно. После пандемии эта актуальность выросла намного больше, люди намного больше фокусируются на удобстве, быстроте и, как я это называю, вкусности некого продукта или услуги. Если вы будете постоянно работать над его улучшением, клиенты не только уйдут, но их количество только вырастет. Пятый совет, это задавать себе два вопроса. Я хотел процитировать всем известному предпринимателю Марка Цукерберга о том, что вы должны себя спрашивать каждое утро, делаю ли я самое важное из всего возможного и зачем я это делаю? Отвечая на эти два вопроса, ответ как и как лучше это делать в вашем бизнесе, он придет сам. Вот такие мои пять советов, они актуальны как для этого года сложного, так и в принципе для бизнеса. Всем успехов!